Из шести авиакомпаний, выполняющих внутренние регулярные рейсы по Казахстану, сертификат Айоса, как оказалось, имеют только две — Air Astana и Skat. А вновь созданный Казак Air для прохождения аудита правилами предоставляется льготный период — два года. А вот трем самым бюджетным воздушным перевозчикам страны — Back Air, Jaskazgan Air и JTSU, возможно, придется на время прекратить свою деятельность. Но не все оказались согласны с такой участью. Авиаперевозчик Back Air вступил в открытый конфликт с Комитетом гражданской авиации и сделал на официальной странице в интернете такое заявление. В ноябре 2015 года авиакомпания Back Air от Комитета гражданской авиации получила сертификат эксплуатанта воздушных судов и соответствующие эксплуатационные спецификации, специальные положения к нему, которые дают право осуществлять регулярные рейсы до 24 ноября 2017 года. В этой связи авиакомпания Back Air информирует, что на законных основаниях будет и далее выполнять рейсы согласно заявленному расписанию вплоть до 24 ноября 2017 года. Кроме того, авиакомпания Back Air обратилась в Генеральную прокуратуру и суд с заявлением о признании незаконными правила допуска авиакомпании к выполнению воздушных перевозок. По мнению представителей перевозчика, многое в них противоречит закону Республики Казахстан об использовании воздушного пространства и Конституции страны. А вот в Ассоциации авиаперевозчиков ситуацию пока отказались комментировать. Тем временем казахстанцы принимают участие во флэшмобе в поддержку БКР. С предложением поддержать авиакомпанию на своей странице в Facebook выступил Мурат Абенов. Надежен ли сертификат безопасности Айоса, который требует комитет гражданской авиации от БКР? Статистика говорит о том, что большинство авиакатастроф, 57%, происходит самолетами компаний, имеющими этот сертификат. С приходом данной авиакомпании на рынок внутренних пассажирских авиаперевозок цены сильно упали и стали доступны обычным казахстанцам. Но некоторым конкурентам это не понравилось, так как они стали терять сверхприбыли и делают всё возможное, чтобы убрать БКР с рынка. Если это всё-таки произойдёт, то цены опять вырастут и летать станет гораздо дороже. Лично меня, как потребителя, это не устраивает. И общественность, судя по лайкам и комментариям, согласна с их высказываниями. Основная причина – вероятность лишиться наиболее дешёвых вариантов для перелётов. Отмечу, аудит Айоса – это стандарт мировой авиационной индустрии. Он включает в себя 872 требования. На сегодняшний день в 14 странах мира, среди которых Бразилия, Бахрейн, Чили, Египет, Мадагаскар, Мексика, Коста-Рика, Панама, Сирия, Турция, уже приняты требования по сертификации.